Всем доброе утро, начинаем новый влог. Я ужасно наклюжу, почему? Потому что нам сегодня отключили воду, причем и холодную, и горячую, и я никак не могу сходить в душ. Буду сниматься как есть, просто вот как встала, как проснулась, так и снимаю. Этот влог, надеюсь, не сильно вас расстроен. Вот, к нам пришла няня, Мэтт спит. Первый раз у нас такое, что няня пришла, а Мэтт спит. Она приходит к 10 утра, а он уступил только в 10. Соответственно, время уже 11, он все еще спит, няня просто сидит на улице и ждет, когда же прослется Мэтт. Вот, сегодня я хочу рассказать про навыки Мэтта на сегодняшний день. Ему сегодня 9 месяцев и одна неделя, и хочу рассказать, что вообще он имеет. Раз уж я снимаю с третьего этажа, потому что на первом этаже муж, на втором этаже спит Мэтт, няня на улице, я снимаю отсюда, покажу вам вид с третьего этажа, он очень красивый. И покажу нашу костюмую ванну. Так она выглядит. Душевая, унитаз, вода, раковина, точнее, в которой нет воды. Вот, и вид. Вид. Вид тут красивее, чем со второго этажа, тут прям открывается красивый, панорамный. Здесь у нас лес, это цикады. Цикады это такое насекомое. Наша территория. Территория. И, собственно, вид на Алинис. Вечер, тут потрясающий закат, надо как-то показать. Там вот горы. Вышла я из дома, спросить в Зосети, есть ли вода у них. В общем, там какая-то седня произошла. Воду делают. Мэтт 9 месяцев. Что же он имеет? Во-первых, у него на днях появился указательный жест. Вот этот вот. Он теперь везде все показывает. Это, конечно, очень смешно выглядит. Он так делает. Он делает, поднимает руку, рассматривает ее, он делает так и указывает куда-то. Выглядит, конечно, смешно, как супергерой, который увидел и узнал, что у него есть какая-то суперспособность. Вот. Указательный жест появился прям ровно в 9 месяцев плюс-минус один день. Также вот он стал понимать речь. До этого ему что ни скажи, там простые какие-то вещи, он не понимал. Только одно он понимал. Мэтт, иди сюда, иди на ручки. Тянешь к нему ручки, и он идет. Сейчас же он понимает гораздо больше. Например, будешь в водичку? Он открыл альтротик. Или где машинка? И он ищет глазами машинку, находит ее, улыбается и ползет к ней, берет машинку. Плюс он, ну это давно уже появилось, 8 месяцев это появилось, и он начал брать машинку и катать ее. Катает ее. На днях появилась вот что. Он берет машинку, катает ее так. Ползает, катает, ползает, катает. Если какое-то препятствие, в виде, например, какой-то ступеньки, он машинку поднимает на эту ступеньку и дальше ползет. Опять поднимает. То есть он теперь еще по стенам, по ступенькам катает машинку. Прикольно, конечно. Он стал активно вставать, без опоры. То есть встает с опорой он месяцев, наверное, с 7. Ходит у опоры месяцев с 8. Очень аккуратным шагом в 9 месяцев, реально плюс-минус один день, он стал просто, например, сидит на копье. Сидит, никуда, ни что, ни где, ни для что не держится, встает и вот так выполняет равновесие. Можете секунд 20 так просто стоять. Игрушка, говорят, и что-то смотреть. Еще он стал очень активно и, так сказать, шустренько ходить у опоры. Держится за диван, сам ведет, например, уже у кресла другого. То есть он перемещается, прям с помощью опоры стал перемещаться. Еще он освоил такие игры, как прятки и догонялки. Он обожает эти две игры, особенно, когда мы идем спать. Когда мы идем спать, я кладу его на матрас. Мы спим на полу на матрасе. И он понимает, что мы уже будем спать. Он начинает от меня убегать в подушке, прятать свое лицо и ждать. Ждать реакции, а точнее моих слов, а где же Мэтью, где Мэть? И потом через, не знаю, секунд три-пять он встает, смотрит на меня. И я ему такая, вот же где Мэть. И он смеется. И, в общем, так продолжается минут, наверное, пятнадцать, он может прятаться от меня. Догонялки, мы играем на первом этаже. Он от меня уползает. Я за ним ползу. Кричу при этом, догоню, догоню. Он ржет. Я ему сейчас опяточки его начинаю трогать, чтобы он понимал, что его догоняют. Он ржет, он пытается от меня уползти. И в итоге у него уже нет сил. Он садится, я его догоняю. И он так изолисто смеется, мне так это нравится. В общем, он реально понимает эту игру. Нагонялки, он реально понимает прятки. Вот. И он очень активно начал играть в ладошки и хлопать в ладоши. Любая мелодия, в общем, он начинает хлопать в ладоши и улыбаться. Ему очень нравится. Вот, он, в принципе, все рассказала. Вообще, я заметила, что мы это очень активно развиваются. Что, например, когда я читала в интернете сроки, там, например, ползание, сроки, указательный жест, что в норме, во сколько это должно появиться и так далее, то все, что бы я не читала, например, указательный жест, является у детей с 11 до 13 месяцев. У него он появился в 9. Там, например, первый переворот должен появиться у ребенка с 3 до 6 месяцев. Он появился в 3 месяца и 2 дня. В общем, он все делает в самом быстром режиме, насколько это возможно. Ему все очень интересно, он очень активный мальчик. И, мне кажется, он прям быстро пойдет, быстро заговорит. Надеюсь, я не сложу его сейчас. Вот, но он прям, мне кажется, как его родители, как я и как муж. Все хотим быстро, скорее все прям скучно, быстро становится. Возможно, это не очень хорошая черта, но вот как есть, как факт. Как бы этого не изменить. Научился есть с паучей. Кстати, паучей такая фруктовая пюре, хвост пакетики, где нужно ее высасывать. Раньше он на меня нажимал, она вся выливалась. Сейчас он прям берет ее, точнее, видите, что это пауч, берет и прям вот высасывает. Также с трубочки пьет отлично. То есть у него паимик с трубочкой и, подаю ему, он с трубочки прекрасно пьет. Никто его не учил, что он имеет там. Там еще говорит мама. Последнюю неделю у него мама. Он прям реально это говорит. Это не какой-то набор звуков или слогов. Это прям конкретное слово, адресованное мне. Вот, очень приятно, что это было его первое слово мама, а не папа. В общем, я очень рада. Ну что, я буду сейчас возвращаться домой. Здесь, кстати, в лесу могут быть змеи, я поэтому буду смотреть подвиги. Сейчас пойду в дышку, надеюсь, воду дали, потому что без воды это, конечно, у нас. Вода необходима. Мать с вами, надеюсь, что он меня не увидит. Что ты? Что такое? Да ладно, не бойся. Эй! Эй! Ты же боишься стиральную машину. Ой, шанс. Вон стирается, стиральная машинка. Блин, какое крутое освещение. Еще хотела сказать, что, блин, дети такие все разные. И на самом деле я очень рада, что моя это очень активно развивается. Прям бежит сперед паровоза. Если бы он был более медленным, я бы, наверное, вообще сама с ума сошла. Мне все время хочется, чтобы он быстрее сделал то это, то пятое, десятое. Конечно же, я его никак не тороплю. Я его никак не стимулирую. Честно, я особо даже не занимаюсь его развитием. Да, там что-то пытаюсь, подсмотрю где-то, увижу новую игру или еще что-то. Потому что бывает чувство вины меня все-таки вложит, что я там фиговая мать и так далее. Но так в целом я не совсем схожу с ума в этом плане. Поэтому и дети, которые до сих пор и 8 месяцев еще не ползают на четвереньках, я считаю это абсолютно нормально. Тут вопрос в том, что насколько маме тяжело в этот момент, когда ничего не происходит. Мне было, наверное, тяжело, потому что я люблю вечную динамику во всем. И в развитии, и в жизни, и в вежухе. Что, день подошел к концу, день был трудный, Мэтт был капризный. Даже с тем, что у нас была няня, все равно мне было непросто. Вообще, с детьми, конечно, очень сложно. Об этом я узнала только с появлением Мэтта. Вот это был запланированный ребенок, все равно до сих пор в шоке. Но хотелось бы сказать о том, что про развитие, да, и про навыки, что пока что я почувствовала два раза, когда стало чуточку легче. Первый раз это произошло в период, когда ему было 6 или 7 месяцев. В тот момент он научился ползать в четвереньках и сидеть. И тогда, наконец-таки, я немножко узнала, что наконец-таки он может не просто лежать на спине, как кабачок, а что-то делать. Это было вообще классно. И хоряцкому, наконец, теперь делаем насидячий режим. Ну, в целом, стало интереснее. Вот. А второй раз, когда стало легче, это как будто бы происходит вот сейчас, в данный момент, когда он начинает быть более осознанным, что ли. Когда он, конечно, он ничего не понимает, он почти ничего не понимает, но в целом ощущение, что как будто бы он меняется, как будто бы происходит этот как будто новый скачок, который даст сейчас немного необлегчения. Ну что, в принципе, наверное, все. Все, что хотела сказать, я сказала. Всем счастливо. Спасибо за просмотр. Поставьте, пожалуйста, лайк. Я старалась, если не сложно. До новых встреч.